hello everybody hi my students hello friends сегодня мы такое рассмотрим опять из области музыки и песни творчества и как называется авторского создателя авторской песни у нас есть такой известный широкой с каждым днем все более известный 7 сергеевич салипаков такой певец барт композитор теле шоумен и участие всех юмористических клубов и клубов а вот мы сегодня его рассмотрим связи с чем вот появилось сообщение с утра что 7 сергеевич салипаков попал в больницу там сердцем и так далее ну через четыре часа это была провернута им же самим 7 сергеевичем салипаковым но тем не менее вот когда мы рассматривали решили этот вопрос поднять рассматривали что он уже было бывало это у психиатра и другие посещал больницы и мы решили задать что же этот уважаемый человек почему он в таком молодом возрасте 39 лет посещает такие заведения казалось бы которые еще рано ему посещать да вот и выясняем тоже причину ну это вчера мы рассмотрели певца это маршал тоже метр девяносто три ростом и это тоже почти по два метра 7 сергеевич салипаков до выдающий тоже до бедности роста я жучу конечно уважительно к нему отношусь тем более он является видимо подписчиком нашего вот этого учебного канала и вот начнем его примере рассмотрим и куда ему грести то вот кто во первых мы рассмотрим все это с родителей да как всегда человек определяется родителями и что у него вот биографии то какая отец у него доктор экономических наук с 94 года он уже доктор экономических наук профессор кафедра экономики управления на предприятии института сервиса туризма и дизайна филиал северокавказского федерального университета в пятигорске и зав кафедрой он являлся мать марина борисовна слепакова кандидат филологических наук профессор кафедры французской филологии и межкультурной коммуникации пятигорскому все связано с университетом значит он окончил факультет французского языка пятигорскому государству университета а в 2003 году сравнить недавно там но все 15 назад защитил диссертацию рыночная адаптация воспроизводственного комплекса рекреационного региона на соискание ученой степени кандидата экономических наук ну что то связано с санаториями деятельность санаторий экономической деятельности санаторий но мы не будем говорить что он капитан команды квн с 2000 по 2006 год сборной пятигорска завоевали первые места а и в comedy club шестого года совместно гаррика мартирося нам и александром дулерайтов дулерай нам да организовал проект наша раша на тнт на свой формата скетч-шоу маленькая британия ну да маленькая британия так тоже аналогичная в том шестом году входил в авторскую группу спецпроектов на первом канале весна с иваном ургатом год на первом здесь 10 президент резидент comedy club является постоянным членом юрий проекта телеканала тнт comedy battle в восьмом году стал продюсером и сценаристом сериала универ и фильма наша раша яйца судьбы с десятого года продюсер интерны продюсер универ новая общага потом саша таня и такими многими другими проектами был занят вот а с 3 октября 18 года в интернете появилось видео семенца и пакова шуточную песню солсбери про шпили вот таким образом ну и на след отметь что недавно тоже у него он представила публике свою жену такую маленькую карину карины вот вот такая у него основная биография и конечно одним один из успешных шоуменов и высокооплачиваемых шоуменов но тем не менее мы сейчас посмотрим в чем проблема у него как у человека потому что не не работой или деньгами определяется внутреннее состояние человека а счастьем которую в жизни ему предназначена может можно ли считать что он вот своей работе счастлив но может быть частично но очень мало почему потому что вы видите опять тоже не совпадение что его то в случае с маршалом у маршала значит отец был военный по крайней мере надо было ему тоже две четверки иметь и отец а у него было две двойку маршала две единицы то есть две единицы четыре единицы у отца как у военного а у него должен быть тоже чтобы отец его послал в армию то он его послал он сбежал оттуда потому что у него на первом плане были любовь и девушки до первым делом первым делом девушки а самолеты потом лайнера лайнеры потом вот это про маршала аналогичный случай здесь оба тоже родители очень уважаемые и воспитание дали образование очень хорошие даже да вот кандидата экономических наук значит вытянули но так ли ведь он опять не пошел по этой науке а пошел шоу-бизнес а почему по матрицам и некуда было деваться вот матрица у него такая сейчас я посмотрю посмотрим мою матрицу вот такая матрица семянский селепоко он с 79 года 23 кстати 8 вот что можно сказать про это замечательную матрицу также две единицы как у маршала но у него смотрите если у маршала сумма 12 то у него 14 селепоко вы и дельта плюс 3 вот мы в этом шоу-бизнесе теряема очень крупного человек крупного специалиста 3 девятки конечно он пошел вот по этим 3 девяткам как мастер слова 3 девятки характеризуют всегда мастера слова а очень в общении человека прекрасного собеседника и очень как говорится талантливо все схватывать на лету все науки и вот науки у него видите три тройки то скрупулез человек точным наукам 5 у него тоже логика все схвачены семерка есть ну вот четверочки нету и две двоечки но если он крещеный то это вот я уже много раз говорил что это р-комплекс это как мы называем он полностью стирается когда человек принимает христианское причастие то есть при приобщается христовых тайн плоть плоти и крови христовой причастие то есть если он христианин то у него это заменяется на все начал то что от робота биоробота все это прекращается но выплат создается так и в библии написано в писании в евангелии вот прекрасный по сумме и по дельте это вот вместо суркова это был бы самый помощник президента я считаю это матрица помощника президента он скрупулезно будет данные ему готовить и готовил бы данные отлично бы информировал о делах президента и был бы отличным помощником кстати вот по году рождения он год козы родился тоже желтая земляная коза 79 год был он на вторых планах должен быть он и сам признает что он говорит звезда третьего плана а вот это он правильно считает так и надо потому что под руководством опытным но вот он может попасть в эти две восьмерки может попасть руки недобросовестных людей которые будут ими руководить и склонять его вот к этим не чистоплотным поступком которые мы видели у друзья когда рассматривали александр друзья вот это говорят эти две восьмерки то есть здесь надо осторожно себя вести шестерки нет он должен профессии получить а какую медика две двойки видите ни отец ни мать ни медики а сын то должен быть медиком и вот родители то они должны с со дня рождения знать кто у них родился и ориентировать его соответственно чтобы у него не был нервных срывов и в семье было бы благополучие вот то если бы он пошел по у него не было бы нервных срывов в семье и не приходилось бы обращаться к психологу то есть туда куда сейчас вот по медицине его протащат везде если он не обратится хотя бы каким-то концом к этой медицине пусть даже в образе спонсора этой какой-то медицинской проблемы который он занимается какого-то может спонсировать талантливый студент или что или самому заняться просто учиться а что 39 лет учиться не поздно а по какой-то медицинской специальности а хотя бы по технической вот связаны с технической или даже вот это слово использовать эти три девятки слово тоже является лечебным лечебным действием исцеляющим если соответственно его подготовить это слово и обратите к больным и стражащим вот таким образом прекрасный матрица зря пропадает человеку в этой в излишнем юморе да когда много юмора то тоже не очень тем более в такое тяжелое время матрица ну просто прикладывать по деньгам тоже вот он хорошо что нашел жену юристка она поможет ему если у трудности возникнут конечно она должна какая у него быть жената для вот рожденного в год козы должна быть карина кошечка или свинка или лошадь то есть рожденный в год кота в год лошади и или в год свиньи сегодня год свиньи ну и по 12 лет назад отчитывай и вот как какой будет год свиньи это вот если она вот совпадает то у них будьте мне все в порядке тем более он предъявляет семье большие требования пятерка эти пятерка по семье но очень много привычек он них погрязать в этих привычках вынужден бороться с ними с целями у него все в порядке тройка ну конечно склонность вот к оккультизму всякому вот это у него присутствует шестерка по духовности перебор и очень много энергии тратится на публику семерка это как говорится самопоказ ну и по сексу он ведь какой пятерку у него всех как искусство вот таким образом вот такой у нас семён сергеевич слепаков прекрасная матрица прекрасно что надо сказать нельзя перетомляться вот ему рекомендуют друиды что нельзя перетомляться в этом должна следить жена вот гнездышко уйдет сейчас и должна следить чтобы он не перетомлялся а перетомление а потом сказывается на чем на репродуктивной функции а потом приходится обращаться к психиатрам и так далее там сбои всякие все такое прочее в процессе воспроизводства детей да то есть перетомляться ни в коем случае нельзя и первым быть нигде не надо вылезать командиры потому что это всегда поражение будет потому что он предназначен для вторых ролей и выбирать руководителя надо который вот командира надо выбирать порядочного чтобы вот не попасть с этими двумя восьмерками в это в положение друзья призвание у него медицина ну словом тоже можно лечить об этом я говорил значит и здесь у него как у друиды говорят что бывает и герои бывают и мученики среди таких людей которые рождены вот в этом году да в 79 году то есть и как герой может быть прославлен как мученик зависимость того под каким рука под каким флагом будет выступать плюс к тому же вот все кто рожден в год козы козы их никто терпеть другие знаки не могут то есть у него строго определенными что могут с ним жить это вот эти которые кошечки свинки и лошаденки вот только вот эти трое причем предпочтительнее конечно кошечки они создают домашний уют лучше вот если корене совпадает то значит они долго проживут вместе а если нет то она его просто скорой и сначала психиатру папа направит потом по другим он пройдет по всем болезням которые почему он не пошел медицину правильно почему мы делаем такой вот это не первым мы его анализируем очень много было таких людей и мы видим что они все были много болезненные именно по причине то что они пошли не по профилю и по своему призванию потому что вот эти две двойки они сразу четко говорят все другие профессии отрезаются кроме медицины но медицин это понятие широкой там есть и терапевты и хирурги потом есть технические специалисты есть даже ну который носил кино стоит тоже в медицине и тоже почетное дело санитары там обслуживающий персонал есть и медицина научная медицина исследовательская фармацевтика тоже как раздел медицины то есть профиль огромный и для таких вот скрупулезных людей склонных к точным наукам именно вот в это выражение медицины техническое аппаратное но и вот тем более на курорте был вот ему бы там он как будто там и родился вот для эти как курортный вот этот врач курортный врач то есть казалось бы вот сама судьба его туда послала но поскольку родители были в плане вот этом темные то есть они систему это пифагора тоже не знали у нас же многие такие знаменитые люди они тоже попадают в просах вот сейчас и матвиенко она живет сына своего потеряла стал наркоманом и она сейчас сама наркотика погрязла торгует там ими мешками этими закупает везде вот сын наркоман и и у самой так судьба от нужны по смешищем все время везде является хотя вся в золоте но это блестит как она как г правильно везде на как г на палочке блестит вот что значит и она неправильно ей бы надо в медицину у нее тоже две двойки мы говорили об этом она почему не идет потому что она жертвует своей семьей она и мужем пожертвовал сына пожертвовал но лишь бы сидеть вот в этом кресле который дает ей огромный доход но сейчас уже поворачивается все против нее потому что она собрала туда команду бандитов и среди них она как 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 этот воробей ты это корсар какой сидит правильно и называется это сенат сенат бандитов да уголовников ну вот я говорю что это не потому что потому что неправильно сориентировали родители и вот мы как говорится тоже каким-то образом он должен либо поправить это символ сергеевич слепакова если он конечно прислушается к нашим словам и подробную более такую подробную характеристику можно его дать следующим образом что надо сказать ну что это элегантный и артистичный влюбленный в природу человек мог бы стать самым очаровательным и знаком если бы не был пессимист ну он пессимист это ясно да у него видно на лице это беспокойный надоедливый ну правда он же сказал я грижи не надоедаю все время ей плачу что-то коза никогда не бывает довольно своей учтю он приводит в отчаяние окружающих своими капризами захватчица хотя сама этого не признает и дисциплинирована систематические опоздания нет чувства времени делать невыносим вместе с тем она умеет травиться когда это в ее интересах ну мы не будем подробно это если он запросит моему подробно его характер дадим не будем здесь эти тонкие его нежные струны души затрагивать ну манеры его мудрые нежны но характер капризен часто бывает религиозен это хорошо но лишь бы не фанатические фантастическим сверхъестественным до культным гороскопами и так далее так далее склонен к благотворительности вот направить на медицину охотно делится другими более несчастными чем она вот однако недобросовестность бывает козы вот коза это друзь был тоже как мы его недавно рассматривали друзья он тоже родился в год козы и на какой поступок он вот видите пошел да а это не потому что а потому что он опять тоже выбрал неправильно свою профессию он пошел против матрицы поэтому вот отрицать когда рожденный в год козы идет не по профилю своему который свыше ему дан а по воле родителей по возе окружающих и по собственной воле то отрицательные черты вот этого знака они проявляются не отсутствует ответственности и инициативы воли то есть не способен руководить так как создан для послушания ну хорошо если он будет же не подчиняться жена она хоть маленькая но она такая видимо юрист да это корене вот у него есть кусталан да ну это понятно это ясно хороший специалист успешно выполняет работу одновременно сочетается с техникой и с артистизмом вот так и есть то есть и техника это игра вот это на гитаре и артистизм это исполнение и как говорится слово творчество умен никогда не будет играть но никогда не будет играть первую роль и это даже лучше вот он по 12 часов там орет его команду это это на чем отражаться только на его вот усталости усталость а ему нельзя уставать у нас будет всегда форме так в принципе это женский знак вот ну мы не будем распространять здесь подробно вот войне не будет победителем и командиром или даже солдатом при плохой повороте судьбы может кончить жизнь под мостом для но для нее не будет серьезных проблем там где речь идет об одежде столе комфорте так велика способность включаться в нужную дверь вот это часто сталкивается с любовными проблемами ну он да он не было никогда в общем-то этим монахом да должен либо но и в то же время не вел распутанный образ жизни как вот маршал если коза связать свою жизнь с котом свинью и с лошадью то они могут обеспечить и уют как его капризы развлекут кота то есть кот будет над ним смеяться свинья тоже перенесет но то определенного предела уже да и они не обеспокоит эгоистку лошадь то есть эгоистский лошадь она пофигистка она тоже она работает очень на износ как и он сам никакой другой не знак не может выдержать косу слишком долго особенно бык то есть коренный бык то она не долго не выдержит и коза тоже обречена с собакой коза собака тоже на провал вторая фаза жизни затронет ее чувства вот это сейчас у него вторая фаза жизни идет затрагивает его чувства сейчас вот женат потом развод потом если вот не если не по не по этой программе будет идти то развод будет следует заметить что не обременяя себя материальными заботами или имея советчиков вот здесь важно иметь советчиков слушай но кто советчики самый лучший этому мама да папа коза может иметь успех люди этого знака надели способности в области изящных искусств видите он так и есть на первый взгляд у них все складывается удачно чем у других но часто бывает беспомощно перед жизнью также застенчивы и склонны к пессимизму затрудняются в принятии решений самостоятельных обычно религиозен вождей из них выходят редко вот отстаивают свои убеждения любят свое дело денег имеет достаточно ценят удобства с ними связаны рассудительный мягко доброжелательно обладает хорошим вкусом вот его характеристика как характеризуют его китайцы эти китайцы да а что мы видим друиды вот цветочный друидский календарь он как роза требователь к себе и работает на износ ну так и есть он по 12 часов там орет на этой на площадке камере клап очень часто ее просто не понимают так как достигает больших высот везде где находится вот с противоположным полом все прекрасно хвалят или леют носят на руках тут команда до он достанется будет счастлив во все время пребывания рядом с ним так как щедро дарить свою любовь близким людям и вызывать по приятную понятную завистью остальных против нее плетутся интриги ну правильно против него и плетутся ее хотят выжить и с законного места лишить ну дохода он неприступен умеет бороться с неприятностью но сложно но сложно все время показывать свою недосягаемость нельзя при томляться вот тоже говорят не может о себе позаботиться так как это удел видимо вот и будет этой маленькой хозяйки большого его дома если розу обидеть она выпустит шибы и ранит либо словом либо делом семья для нее островок счастья вот и сохранение семьи она готова для сохранения пойти на многие жертвы хотя требования к себе и к семье очень большие ну может быть он выбрал свою дельную свой идеальный вариант это вот древесные друинский календарь и характеризует его как кедра динамично уверенно и заставляет считаться собой одновременно весьма чувствительным к шуткам по поводу своей особы и не очень понимает их ну да у него скрыто есть эгоизм он любит похвалу наоборот и награды любит поразить захватить врасплох центром всеобщего внимания стать готов на любую жертву чтобы этого достичь работать по многу считает именно что должен принимать решение производить последние слова а это вот видите противоречия с блеском разрешает самые сложные вопросы не видать опасности не предусмотрительным я был и обладает даром впутываться в непредвиденные ситуации к счастью однако исправимый исправимый такой что приводит зачастую к неосторожным поступкам вот это могут быть такие при виде моей самостоятельности склонен поддаться посторонним влиянием как а пифагор говорит направляем мою опытной рукой может стать оружием чужой воли душой и телом отдается делу который сам выбрал поэтому среди таких есть много героев и много мучеников о чем я и говорил подвержен чужим влиянием сам обладает способностью оказывать влияние на других но у него да все его нарасхват вот эти песни все это его творчество но пользуется популярностью в ютьюбе и повсюду на интернет пространстве но у него импульсивный характер но в то же время интеллигентность и способность детукции вот ну кто там породился по этим знакам мы не будем говорить это подробности уже такие вот таким образом что мы видим вот здесь вот стартак стархит сайт стархит называется семена слепакова потребовалась психологической помощи у моего юмориста продюсера сценариста бывшего квоенщика появилась проблема самооценкой семена слепакова обратился за помощью к профессиональным психологам по по настоянию по рекомендации жены вот такой вот богатая известно тоже плачу показано что все завидуют ведь его доходом как и в календаре то написано который мы диктовали что дохода вот но у него доходы то не самые богатые три с половиной миллиона долларов дохода это не так много для по сравнению с американской меткой мерками для таких шоуменов такого масштаба вот но в то же время видите пишут что богатый как известно тоже плачу его считает богатым завидуют семен неожиданно признал что у него есть проблемы самооценкой и он обратился за помощью профессионального психолога вот и прямая речь идет я тут к психологам обращался он говорит что у меня проблемы с самооценкой а мне кажется что я себя достаточно высоко оцениваю а но что он на что он спросил а ты себя любишь и тут я понял что нет не люблю я очень строго к самому себе да вот этот пятерка и говорит что он и к семье строго как строго к самому себе сам признается мне редко нравится то что я делаю вот вот она противоречия а почему а потому что противоречия в матрице он по жизни не туда идет поэтому проблема мы с вами пожалуй разобрали все вот еще раз посмотрим на его портрет какой он был когда родился особенно привлекает то что у него сумма 14 дельта плюс 3 это самое главное это характеристики они идут это его потенциал а в любой момент он может раскрыться если он пойдет по воле неба а так вот ну я был бы президентом я бы его в советники взял только так это был бы лучший мой визирь слава пифагору и как говорится будь здоров семён сергей сельпаков